Всем привет! Вы на канале Мобайвер. Смартфоны А серии одни из самых популярных и позиционируются как упрощенные флагманы. Но стоят смартфоны значительно дешевле. Сегодня мы сравним самую младшую модель Samsung Galaxy A3 2017 и наверное самую популярную Samsung Galaxy A5 2017. Что реально лучше купить? Сэкономить и взять A3 или не пожалеть лишних 70-80 долларов и купить A5? Мы сравним смартфоны и попробуем выяснить, что кому подойдет лучше. Дизайн A3 и A5 очень схож. В целом можно сказать, что это один и тот же смартфон. Смартфоны получили более закругленные углы, чем предыдущее поколение Galaxy A. Тыльная панель более выпукла, а переход между передней и задней панелью более плавный. Передняя и задняя панель у смартфонов выполнена из защитного 2.5D стекла. На панели смартфонов нанесено качественное олеофобное покрытие. В A520 установлен 5.2 Super AMOLED экран с Full HD разрешением и плотностью точек 424 ppi. В Samsung A320 установлен 4.7 Super AMOLED экран. Разрешение экрана в A3 уже HD. С плотностью точек 312 ppi. У смартфонов широкие углы обзора и отличный запас яркости. Цветопередача у смартфонов прекрасная. И она более естественна по сравнению с линейкой Samsung Galaxy A 2016. Также многим понравятся новые фишки экрана, которые доступны все линейки Samsung Galaxy A 2017. Это и фильтр синего цвета для любителей чтения с экранов смартфонов. И интересный режим Always On Display. Когда в заблокированном состоянии на экран выводятся часы и уведомления о пропущенных событиях. Очень крутая штука, которая полностью заменяет собой LED-индикатор уведомлений. И при этом значительно информативнее. Смартфоны распознают всего лишь до 5 касаний, но связано это скорее с пылевлагозащитой. Расположение и набор сенсоров традиционен. Под экраном находятся привычные сенсорно-механические клавиши управления. Сенсорные клавиши у обеих смартфонов окрашены в тон корпуса и имеют подсветку. В кнопку домой спрятан сканер отпечатков пальцев. Работает он абсолютно одинаково. Рассмотрим фото и видео возможности смартфона. Тут однозначное преимущество на стороне старшей модели. Разрешение камеры у А5 с 16 мп, светосила f1.9. А у А3 основная камера имеет разрешение 13 мп с светосилой f1.9. Оба смартфона умеют записывать видео с разрешением Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Странно, почему нет 4К у старшей модели? А как вы считаете, уместна съемка 4К видео в А5 2017? Фронтальная камера у А3 имеет разрешение 8 мп, против 16 у А5. Светосила одинаковая f1.9. В видеокамере также пишут разрешение Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Интерфейс камер у смартфонов одинаковый. Кроме режима авто, присутствует режим Pro. Смартфоны умеют снимать панораму, присутствует серийная съемка, а также режим HDR. В настройках доступны также различные фильтры и режимы. Фото как при хорошем освещении, так и в ночное время выходит более четкие в новинке А5. В А520 лучше проработка деталей и немного лучше цветопередача. Примеры фото и видео вы видите на экране. Пишите в комментариях свое мнение по поводу камер смартфонов. Кстати, не забывайте подписываться на канал. Отмечу, что глазок основной камеры не выступает над задней крышкой и как следствие царапаться будет меньше. На корпусе все элементы размещены аналогично. Существенное отличие в дизайне и эргономике у смартфонов в лотках для сим-карт и карты памяти. У А5 раздельные слоты для сим-карты и карты памяти. Слева размещен слот для первой сим-карты, а сверху так же как и у А3 размещен лоток для второй сим-карты и карты памяти. В обновленной линейке Galaxy A используется уже новый microUSB Type-C. Разъем microUSB Type-C симметричный и теперь не надо думать какой стороной вставить кабель. При этом у microUSB Type-C увеличилась скорость передачи данных и зарядка. Единственным недостатком является пока что малое распространение данного стандарта. А5 и А3 доступны в черном, золотом, розовом и голубом цвете. Важной особенностью смартфона является наличие защиты от пыли и влаги по стандарту IP68. В плане дизайна смартфонов выбор между ними лежит в плоскости размеров и наличие отдельных лотков для сим-карты и карты памяти у старшей модели. Тут решает каждый сам за себя. А какой смартфон удобнее нашим зрителям? Пишите, мы почитаем. Да и про лайки не забывайте. Аккумулятор у смартфона несъемный. Емкость батареи А5 составляет 3000 мАч, а в А3 2350 мАч. Несмотря на меньшую емкость аккумуляторной батареи, в А3 автономность смартфона немного лучше, чем у старшего брата, но несущественно. Связано это в первую очередь с более слабым процессором, меньшим размером экрана и невысоким разрешением последнего. В целом при средних нагрузках смартфоны живут около двух суток. Стоит отметить, что оба смартфона поддерживают быструю зарядку. В Samsung Galaxy A5 используется восьмиядерный Exynos 7880 Octa на ядрах Cortex-A53 с рабочей частотой до 1.9 ГГц и графическим ядром Mali-T830 MP2. В Samsung Galaxy A3 используется восьмиядерный Exynos 7870 Octa. Также на ядрах Cortex-A53 с рабочей частотой до 1.6 ГГц и графическим ядром Mali-T830. В синтетических тестах преимущество будет за старшей моделью. В Antutu, Geekbench и Epic Citadel смартфоны показывают неплохие средние результаты. Но в реальности производительности для плавной работы интерфейса, соцсетей, мессенджеров и большинства игр, хоть и не на максимальных настройках, хватает у обеих смартфонов. Более детальный тест играми смотрите в обзорах на эти смартфоны у нас на канале. Оперативной памяти у A3 2 ГБ и постоянной 16, тогда как у A5 оперативки уже 3 ГБ и постоянная 32. А если учесть еще раздельные слоты для сим-карты и карты памяти у A5, то вопросов, что выбрать для игр, не возникает уже ни у кого. За операционную систему у смартфонов выступает Android 6.0. Используется новая облочка Grace UX. Grace UX получил множество дополнительных функций, а также было переработано меню быстрого запуска и изменено меню настроек. В Samsung Galaxy A5 и Samsung Galaxy A3 установлен один радиомодуль. Смартфон работает в сетях GSM, 3G и LTE. С функциями звонилки смартфон справляется отлично. По громкости внешнего динамика небольшое преимущество на стороне A5. В наушниках звук одинаковый. В смартфонах есть поддержка FM-радио. По беспроводным соединениям смартфоны идентичны. Wi-Fi двухканальный с поддержкой протоколу ABGNAC. Есть поддержка Wi-Fi Direct и HotSpot. Модуль Bluetooth версии 4.2 Lock Energy с поддержкой A2DP. Есть модуль NFC для бесконтактных платежей Samsung Pay. Местоположение смартфона определяется с помощью GPS, GLONASS или BADU в зависимости от региона. Мои отзывы о смартфонах Samsung Galaxy A5 2017 и Samsung Galaxy A3 2017. В целом, оба смартфона отличные. И если они вам нравятся, можете смело их покупать. Если, конечно, у вас есть такая возможность. Для экономии не забывайте про кешбэк. Ссылка в описании. Samsung A5 получился лучше по параметрам, чем A3. Что было и так понятно. И тут стоит определиться, какой размер смартфона вам лучше подойдет. A3 в первую очередь интересен любителям компактных смартфонов. Но для обычного пользователя производительности A3 полностью хватит. А учитывая его более демократичную цену, чем у A5, он будет довольно неплохим выбором. Но все же для любителей мобильной фотографии и игр, выбор однозначно за A5. Тут и мощнее процессора, и больше встроенной памяти. Которую спокойно можно расширить с помощью карты памяти, не жертвуя при этом второй сим-картой. А также лучше модули основной и селфи-камер. Я бы выбрал все-таки A5 2017. Мне также важен большой экран. А какой смартфон купили бы вы? Samsung Galaxy A5 2017 или Samsung Galaxy A3 2017? Голосуйте в подсказках и высказывайте свое мнение в комментариях. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал и делимся видео и каналом с друзьями. Вам не сложно, а нам приятно. Всем удачи, бобра и до новых встреч. Пока!